Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую, мои дорогие, мои любимые! Сейчас для вас будет онлайн-расклад, а тема будет называться «Наши отношения в мае». Давайте будем смотреть, как всегда, тут одна позиция, общий расклад. Загадывайте любимого человека, садитесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе, кто что любит. Не забудьте пристегнуться, потому что мы сейчас будем с вами залетать. Итак, все, что я сейчас буду говорить с самого начала, и если с вами будет резонировать, значит смотрите расклад до конца. Если вы чувствуете, что тема тут не ваша и мужчина не ваш, пожалуйста, не смотрите, потому что это не 100%, чтобы вам расклад подходил. Он здесь одна позиция, поэтому расклад может вам подходить, а может и нет. Хорошо? Ну что? Ну что, ну что, ну что, ну что, начнем? Начнем. Кто он? Вот здесь будет он, а здесь будете сейчас вы. Ваш мужчина на данный момент. Кто он сейчас? Чем он занимается? Что он сейчас делает? Кто сейчас вы? Чем вы занимаетесь? Что вы сейчас делаете? Что между вами в отношениях сейчас происходит? Как я хочу двигаться вперед. Какие у меня планы, какие у меня идеи. А самое главное, я хочу секса и любви. Хочется флирта, хочется свиданий, хочется... Не хочет упустить то, что, возможно, уходит из его жизни. Какие-то вещи, какой-то человек, какая-то любимая женщина, да? Которую он испытывает очень сильное желание, очень сильную страсть. Желание обладать, получить, завоевать. Человек лидер по натуре. И сейчас он не хочет ни с кем делить. Не хочет ни с кем делить то, что он имеет. Или чувствовать, что уже все, как бы, да? Шансы малы на победу. Ой, как боится! Ой, как боится! Хочется так счастья. Мужского счастья хочется. А что он так боится? За что он так боится? За что он так... Что он боится упустить, а? С чем это связано? Это связано с женщиной? Это вы? Да? Королева кубков, это вы? Дама такая нежная, ласковая, добрая, любимая? Вы его любимая женщина. Которая... Которую он очарован. Кстати, с которой он хочет интима. С которой он хочет встречи, свиданий. Но на процентов 70 уже чувствует, что он упускает шансы. Уже все, она уходит, как... Да? Да? Хочет эмоций. Хочет эмоций. Давайте посмотрим. Теперь вас... Может быть, это не вы. Сейчас посмотрим. Так, а вы закрыты от него. Вы от него полностью отгородились. Знаете, вот как будто между вами, вот здесь, проходит какая-то бетонная плита. Вот вы так от него отгородились. Не подходи. Заблокировали. Вы вообще уехали, может. Или еще что-то. То есть, вот занимайтесь своей работой. У вас на первом месте деньги. Деньги, работа. Другие ценности, материальные ценности. Помощи людям, зарабатывание денег. Что-то вы какие-то свои плоды, да, уже как бы опускаете, да, семя какое-то в землю, чтобы оно уже начало развиваться. Потому что у вас другие цели. Вы другое хотите, другую жизнь хотите. Вы нацелены на что-то грандиозное, мощное. И сейчас уже, уже что-то сейчас сеете. Потому что вы понимаете, что мои планы долгоиграющие. И так быстро они не осуществятся. Но я сейчас должна посадить вот это семечко, да, счастья, чтобы потом радоваться. У вас какие-то другие цели? Вы на него практически не оглядываетесь, не смотрите в его сторону. А давайте посмотрим, почему вы в нем как бы сейчас и не нуждаетесь, и он вам не нужен. В чем проблема? В чем причина может быть? В чем проблема? А потому что вы устали ему доказывать. Что-то постоянно какие-то вот... Он вам одно, вы ему другое. Он одного, вы другое. Вы ему уже сказали, все, не хочу, давай. Давай, а каждый останется при своем. Все. Что между вами сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Король кубковый. Четверка Пентакли, карта уверенности. Шикарно просто. Как он хочет любви с вами. Вы даже себе не представляете. Мало того, что хочет любви, он еще интимо очень сильно хочет. И чтобы это было так все взаимно, чтобы так это было все красиво, чтобы это все было романтично. Потому что он к этому уже давно как бы готов. Согласились бы только вы, он был бы вообще рад. На него сейчас весна так действует, как наркотик, как наркотик. Вы себя представить не можете. Он вас в воздухе уже просто, в воздухе считывает информацию с вас. В воздухе нюхает просто и чувствует ваш запах. А вас рядом нет. А вы как будто, знаете, уходите, да? Мужчина такой собственник. Он такой ревнивый. Он считает, что вы его, вы его женщина. А вам это все надоело уже, понимаете? Вот это вот игрулики такие детские. Вам они как бы уже давно надоели. Вы по карте умеренности на это вообще не обращаете внимания. На него уже не обращаете внимания. Типа вы уже идете своей жизнью, а он так где-то что-то бегает, тут что-то доказывает вам, что-то появляется, что-то опять исчезает, что-то опять ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вы на него смотрите, как на что-то такое. Понимаете, несерьезное. Потому что, я не знаю, давайте посмотрим, почему вы к нему так все-таки. Почему? Он тут горит, он тут хочет вам. А вы как к нему? Почему? Еще? Еще? Потому что вы императрица, и к вам нужно специальный подход, как к императрице. Женщина достойная, женщина красивая, умная, дородная. А он вас не понял. И вы такая, ах, ты меня не понял. Давай, до свидания. Еще такой момент есть. Может быть, мужчина занят. Поэтому вас, как бы, мужчины-женатики вообще не интересуют. Или мужчины заняты, но они меня тоже, как бы, не интересуют. Пусть сначала определится, с кем он хочет, и потом тут у меня здесь, передо мной тут пляшет мне, да? Как-то вот так. Потому что вы уже, вы сидите уже там просто, вы даже не сидите, уже лежите, да? И вот такая вот, как бы, ой, мне так хорошо. Че он там, ян, меня хочет? А-а-а, как интересно. Ну, я сейчас тут виноградик покушаю, пока ты тут мне рассказываешь про него. Сейчас еще тут кофем, лим, чаем запью еще, как бы, да? Так интересно, как он меня хочет. Ой, да-да-да, да. Очень приятно. Я тут императрица, у меня дома так красиво. У меня там, может быть, детки мои дали, животные мои рядом. Мне есть о ком позаботиться, я тут, я знаю, кто я. Я знаю. И как бы, ну, хочет, хочет, ну, пусть хочет дальше, что теперь делать. Вы такая спокойная, девочки. Вы такая спокойная. Понимаете, от того, что он там хочет, у вас, как бы, ничего не меняется, да? А он на любви, не уходи, будь со мной. Я тебя хочу, вы... Да-да, подожди, я тут виноградик доем последний, кофе им запью. Еще раз послушаю. Че ты там хочешь? Еще раз, пожалуйста, помедленнее. Я записываю, да? Так, понятно. Давайте посмотрим теперь, что у вас будет в мае. Я вначале думала, что поменяю потом колоду. И с другой колоды буду смотреть. Но я чувствую, так колода хорошо говорит, что даже ее менять не хочу. Колода Таро Апокалипсиса, она и есть Апокалипсиса. Сейчас мы тут посмотрим, какой у вас будет Апокалипсис в мае месяце. Итак, какой он будет? Какой он будет в мае месяце? Смотрим, ваш мужчина. Какая будете вы в мае месяце? Что у вас там будет? Что будет между вами в мае месяце? Кстати, еще хотела сказать. Если то, что я тут сказала, все правильно, значит смотрите дальше. Если вы со мной не согласны, и у вас там все вообще отлично, не смотрите, это расклад не ваш. Итак, он в мае месяце. А мы так не сдаемся. Отлично, отлично. Люблю сильных мужчин. Он не сдается, девочки. А он сдаваться не собирается. Он решил и в мае месяце сделать все, чтобы вы были рядом. И тут уже знаете, это называется, если не хочешь по-хорошему, я могу и по-плохому, но ты все равно будешь со мной. Мужчина такой, знаете, как будто поставил цель. Она будет со мной. Потому что она мне нужна. И мне все равно, что она там думает. Обо мне, о себе, вообще обо всем. Я знаю, что я хочу, а она мне нужна. Я ее выбрал. Выбрал я давно, наверное, да. Я определился. Долго определялся, но был дураком. Но я же определился. Но я же решился. И я хочу, чтобы она была со мной. И пусть он только скажет мне нет. Даже если вы будете с ним ругаться. Если вы будете, я не знаю, его там с работы выгонять. Или из квартиры. Он все равно будет сопротивляться. Он как баран упертый. Он будет лезть к вам в квартиру. Он будет лезть к вам, я не знаю, на работу. Он будет делать все, чтобы вы были рядом. Причем, что он полных своих намерений о вас рассказывать в мае месяце не собирается в своих планах. Если вы так же встанете в позу и скажете, ну что? Что ты там решил? А? А ну-ка давай рассказывай. А? Он вам скажет, я решил, что я хочу быть с тобой. Все. А вы так скажете, ой, это все? А дальше? А дальше он будет молчать. Почему? Потому что он заранее в своих планах не рассказывает. Как он там? Женщины сразу хотят все знать. Я понимаю. Конечно. Женщины сразу хотят все знать. Что он готов и жениться, и детей сделать, и общий дом, и собак кошку завести, еще машину купить, еще бизнес открыть. Женщина всегда хочет знать все. Но тут мужчина, понимаете? Мы имеем дело с мужчинами. А тут чисто такой, я бы сказала, стандартный мужчина, который в своих планах не говорит, потому что, а что, опережать события. Я как бы, да, пока не перепрыгну, не говорю гоп. Поэтому здесь он будет вам говорить только то, что он знает четко. А точно он знает четко, что он хочет быть с вами. Все. И он решил вас завоевать, вас покорить. И он приедет, если надо. Он приедет, если нужно будет. Да, позови. Хоть в ночи, хоть в три часа ночи. Кричи, что меня тут надо спасать, у меня все горит. Он прибежит. Прибежит вас спасать. Он-то очень решительный. Он и сейчас решительный. Он и сейчас не хочет, чтобы вы уходили из его жизни. Он боится. Он боится. Он вас здесь уже сейчас теряет. Да, на процентов где-то 30 он вас теряет. А он сейчас будет включать в ход все, чтобы вас удержать. Он сейчас будет показывать вам, какой он сексом мачо. Готовьтесь, девочки. Потому что он считает, только он вам идеально подходит. Значит, я должен себя показать, какой я тут альфа-самец. Какой я крутой мужик. Как она может меня потерять. Она что, лучше меня найдет? Нет, она лучше меня не найдет. Таких, как я, уже не делают, детка. Поэтому, если вы сейчас будете где-то как-то ощущать его с каким-то таким, вот прям постоянно он себя показывает, к вам как будто вот лезет. Где-то в инстаграме. Это все делается для вас. Да, чтобы вы так просто от него не отказывались. А в мае месяце будет продолжать. Да, у него тут бои с вами идут, понимаете? Бои. Он тут воюет за любовь. Он возвращает любимую женщину. Вы о чем хотите тут мне сказать? Конечно, он в ход пускается все абсолютно. Потому что в любви, как на войне, все средства хороши. Ой, а вы вообще просто... Вы в мае месяце будете просто четко ощущать, за ним наблюдать, хитрить, манипулировать, обманывать. И держать его в подвешенном состоянии. Потому что его реакция вам где-то будет непонятно, где-то будет пугать, а где-то будет просто доставлять удовольствие, что за вас такой мужик бьется. Поэтому, как бы, дай-ка я ему на нервы поиграю. Потому что он уже наигрался на моих нервах. Пока уже не теряет меня, как бы, да? Все, теперь я буду играть на его нервах. Я же женщина, вообще-то. Да, значит, мне это и можно. Ну вот, вы ничего делаете в его сторону. Вот, понимаете, здесь волна от него идет сюда. Вот отсюда сюда вообще ничего не идет. Не в этом месяце, не в следующем месяце. Тут мужик у нас вот так вот, понимаете? Вот так вот. Идет сюда весь. На женщину, да? Я завоюю, и она будет моя. Куда она денется? Я готов тут сражаться. Даже если вы ему скажете, что у вас другой мужик, он скажет, а ну-ка, покажи мне этого мужика. А вы ему скажете, а че это я должна тебе показать? Ты кто такой? А значит, у тебя никого нету. Вот покажи другого мужика, и все. А с другим мужиком он будет разбираться. Он скажет, ты че, ты когда появился? А? Э, дури, ты когда появился? Вот я вчера появился. А я уже сто лет, ты знаешь? Давай, ты как пришел, так и ушел. Дергать уж я тебя больше не видел. Вот как он будет разговаривать. Он еще специально такое, может быть, что-то скажет про вас, что тот убежит. Тот убежит, а тот скажет, ага. Да, детка, я знал, что ты будешь моя. Расслабься, у нас все будет с тобой хорошо. Иди сюда. Давай поцелуемся. Так. Как интересно. В мае месяце, в мае месяце, после такой битвы за вас, девочки, вы поймете, что это ваша судьба. Да. Я знала, что он будет мой. Я знала, что он меня будет так завоевывать. Я знала, что он всех моих мужиков раскидает. Докажет, что он король мечей. Что он бедный уже после этого боя с одним глазом. Но не важно. Не важно. Он сражался со своим мечом. Сражался. Всех повыкидывал. На подмогу волков даже призвал. Смотрите, он даже здесь руническая магия в ход пойдет у кого-то. Имейте в виду. Если вы имеете дело с практиком. А здесь старший аркан жрица. Здесь мужчина может быть у кого-то. Магические войны. Я как-то уже делала какой-то расклад. В мае месяце он будет сражаться с вами через магию тоже. И здесь в ход идет та же руническая магия. Вы представляете, какой у вас крутой чувак, а? Сражается с вами через руническую магию. Вот так вот. И вы как бы, да, здесь посыл четкий идет. Она будет моя. Посмотрите, он стрелами бросает все в вашу сторону. Посмотрите, видно, да? Стрелы туда, туда, туда. Как бы показывая вам, что ты все равно будешь моя. Захочешь, не захочешь. Как миленькая, захочешь. То есть, понимаете, здесь мужик конкретно жесткий. Вот он с мечом тут будет рубить все. Поля и лугай всех мужиков ваших. Проскидает тут. И покажет свое силище свое. Понимаете? Русское силище свое покажет. Скажет, ха-ха. Сейчас я тут докажу, покажу, кто тут, да? В поле воин. А вы тут Ярофанта включите. Ну все, значит, судьба. Ну все. Ну вот воюет же за меня. Ну значит, любит же. Ой, любит. Ну как же быть теперь? Ну ладно, Вась. Ну хорошо. Ну все. Ну вместе. Ну вместе. Ладно. Как-то так это будет, знаете, звучать. А женщина же любит, когда за нее дерутся. Это всегда. Это так было. Но не то, что он болтает там, да? Как я тебя там тут покорю. А то, что он действительно показывает на самом деле. Это его действия. Мужчина всегда характеризует его действия. А не то, что он там болтологией какой-то занимается с утра до вечера. Поэтому тут действия конкретно. Мужчина может приехать. Мужчина будет писать. Мужчина будет звонить. Он будет стучать. Он будет греметь. Он будет заявлять о себе постоянно. И он... Посмотрите, какой тут воин. Вы видите этого воина? Он в кольчугах тут сидит. Одноглазый. Уже глаз подбитый. Глаз подбитый. Понимаете? Он уже тут волков включил просто. Он тут уже магию тут начертил, понимаете, руническую. Мужик, ты давай держись. Я за тебя. Правильно. Женщин надо завоевывать. Правильно, чтобы тебя любила за тобой тоже, как гора была. Горой была. Давай, давай, девочки. Я прям за мужчину такого, ей-богу. Посмотрите, как он вас будет добиваться. А вы такая, типа, императрица, такая, ой, да мне все равно, пусть добиваются. Я тут виноградик кушаю, кофеечек попиваю. Че он там в мае тоже будет за меня страдать и сражаться? Ой, как хорошо. Как интересно будет в мае. Да, девочки, интересно будет в мае. Вы такая хитренькая будете. Такая, знаете, лисичка. А вы превратитесь в мае в такую, как сказать, хитренькую маленькую лисичку. Такая, знаете. А он тут такой, как такой серый. Нет, как медведь. Точно как медведь. Потому что тут медведь, когда своей лапой все крушит. Все, я сказал, так я сказал. Вот у него такая энергия медведя просто. Или волка, да. Волки тоже очень такие. Они же сильные, да. Их приручить практически. Дрессировки волки же не поддаются. Это очень такая, да. И такие интересные хищники. Вот здесь, вот в нем прям как будто, знаете, как волчара такой просыпается. Характер за свою женщину, биться. Вот раньше мужики, помните, когда в 11 веке они ходили там, да. За свою родину биться там. Вот здесь то же самое. Биться он будет за вас. Да, но это судьба. Прям, девочки, судьба. Прям судьба какая-то. Да. А чем все закончится? А в мае закончится уже? Вы придете к примирению? Или нет, уже наконец-таки, а? К примирению придете? Да, колесо фортуны. Но вы знаете, у вас с этим человеком, как на американских горках, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Вы что-то никак не можете, знаете, определиться, успокоиться и уже ужиться. У вас прям как разносит постоянно, как на качелях, вверх, вниз, то плохо, то хорошо, то плохо. Какая-то у вас карма с ним непонятная. Будете вы уже вместе в мае месяце? Да, детский сад. Ну, чем дитя бы не тешилось, лишь бы не плакало, хочется сказать. Да, и фантазии тут, о, у кого-то интим будет, что фантазии тут зашкаливаются. Девочки, мириться будете, да, примирение будет хорошее. Примиритесь, знаете, как дети маленькие. Вы в песочнице видели, как дети играются? Вот они на своей волне, там песок перебирают, машинками играются, там какие-то башни сооружают. Вот вы как двое будете на этой песочнице. Вот так как будто закончится, понимаете? Вы на своей волне, вы вдвоем на своей... Я еще, знаешь, что хочу... Я, да, я хотела сказать, что вы оба настолько подходите, что вы оба на своей, на одной волне. Понимаете, что я хочу сказать? Да, есть люди разные. И когда ты чувствуешь, что этот партнер какой-то совершенно другой, ты совершенно другая, да. А вы, та же вы, недопонимаете где-то друга. Вы такие сложные, да, но вы все равно на одной волне. И не важно, сколько вам лет, не важно, где вы находитесь, и какой у вас менталитет, и все остальное. Вы на одной волне. Да, ту спинтакли. Здесь люди должны, должны или пожениться, или успокоиться, осесть, или же создать семью, стабильность и постоянные отношения. Вы к этому должны прийти, вы к этому придете. Поэтому то, что у вас сейчас и в мае, ну, я же говорю, милые тешатся только этот... Нет, подожди. Милые бронятся только тешатся. Вот. Вот что я хотела сказать. Что вам хочет сказать высшая сила? Давайте посмотрим. Что вам хочет сказать высшая сила? Будьте стабильны, будьте постоянны. Не надо поддаваться этим колебаниям. Не надо. Еще? Будьте разумнее. Хватит быть одной. Вам высшая сила говорит, хватит быть одной. Что вы хотите доказать одиночеством? Что вы кому хотите доказать одиночеством? Не устали? Если мужчина вас так добивается, вас ответьте ему. Поговорите с ним. Уже вырулите. Разрешите какие-то проблемы словесно. Поговорите уже как-то, понимаете? А не вот так не закрывайтесь, а он у вас будет вот здесь все разбивать все вот эти энергии, пробиваясь к вам. Потому что он уже здесь, понимаете, чуть ли не одноглазый сидит после всей этой войны. Оно вам нужно? Поэтому вы ему доказываете, и все мы себе доказываете, что мне мужики не нужны, и все мужики козлы. Я одна справлюсь, мне одна хорошо. Ну да, девочки, где-то хорошо. До поры до времени. До поры до времени. Вы себя чувствуете одинокой, счастливой? Чувствуете? Если счастливой, чувствуете, что, да, конечно, проблем нету. А если нет? Поэтому здесь высшая сила говорит, хватит, может быть, быть в стагнации, может, хватит быть в одиночестве. Что ты пытаешься кому-то чего доказать? Не хочешь получать от жизни радость? Когда ты последний раз радовалась жизни? Когда последний раз у тебя был просто интим? Секс когда последний раз был? Не помнишь. Это тоже радость. Когда ты выходила куда-то в кино с кем-то, или в ресторане сидела, или как-то себя баловала? Когда это было в последний раз, тоже не помнишь. Почему ты себя как бы отграждаешь от всего, закрываешь себя от радости жизни? Зачем? Почему? Что ты пытаешься кому-то доказать? Высшей силе что-то доказываешь? Кому ты доказываешь? Непонятно. Никому это не нужно. Твоя жертвенность в виде одиночества никому не нужна. Ни Господу Богу, ни высшей силе, ни тебе, ни кому-то еще, ни этому мужчине. Он вас создал двоих. Тебя и его. И вы очень хорошо как бы подходите. Почему бы не сойтись? Почему бы не стать счастливее? А? Подумаете, да? Подумаете. Да. Правосудие. Карта правосудия. Кто хотел замуж? Девочки, кто из вас хочет замуж? У вас может реально получиться это. Вы можете выйти за этого человека замуж. Я не могу сказать, что это прям в мае будет. Не может быть в мае, а у кого-то и не в мае. Но это шанс, чтобы с этим человеком прийти к браку. Понимаете? Отпустите все на суд божий, так скажем. Пусть сверху там все решают за вас. А то вы прям как-то себе установку поставили. Нет, я одна. Я тут монахиня уже тут, да? Как бы я монашка, мне никто не нужен. У меня дела, я там мир спасаю. Я тут дела делаю, да? Все, мне мужики не нужны. Мужики все козлы и так далее. Ну, блин, это не дело, да? Это не дело. Это не дело. Тут женщина есть. Вот при императрице и при девятке кубков. Здесь женщина, которая ребенка хочет. А что вы закрываетесь? Время идет. Рожать когда будете? Когда врачи уже скажут. Ну, милая моя, уже поздно? Тогда что ли? Да, да. Время уходит. Время уходит. Оно никого не ждет же. Девочки, вот такой был расклад. Интересный очень. Мужик у вас, конечно, такой. Ну, блин, ну... Ну, вот мне он прям нравится. Дай-ка я его сюда поставлю. Вот красавчика вот этого. Смотрите, какой он уже. Олень бедный. Смотрите, рога у него тут. Глаз подбитый. Ой, бель. Блин, жалко, жалко. С таким глазом уже. Здесь меч уже выше, чем он. Тут сидит такой воин прям. Да. Вот он добился. Молодчик, да? Ну, красавчик, красавчик. Так что, девочки, готовьтесь. Готовьтесь. За вашу руку и сердце будет биться вот такой вот джигит, наверное, да? Кавказский гор какой-нибудь. Прискочить, наверное, со своим мечом, наверное, сражаться с темными силами. И вас, как принцессу, из сказки будет забирать. Девочки, я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Я вам всем желаю счастья. Женского огромного счастья. Семье, деток. Чтоб все у вас было хорошо, так, как вы хотите. Вы этого заслуживаете, мои красотулечки. И чтоб мужчина такой вот-вот-вот воином был всегда рядом с вами. Понимаете? Чтоб вас защищал от всех бед и проблем в этой жизни. И доставлял вам только радость. И любил только вас. Девочки, я вас тоже всех люблю. Я вас всех обожаю. И до скорых встреч.